Всем привет дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард Мы захватываем Монтеру Это как вы уже поняли прохождение Готики 3 Кстати, очень классное место, я обычно всегда с ними в городе дрался, а у них там преимущество, а здесь вот смотрите, они понемногу убегают и вообще не опасно мне Я не хочу Умри Ох ты, сделка с бассиром А так это этот бассир, вот что за бассир, бенцало Просили его убить и плюс, пожалуйста, он 15 репутаций Кого? Клево по-моему Я что-то тупанул, что за бассир Забыл совсем что-то, бассир, бассир Тот, 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 который бассир Окей Так, полутаемся пока что Пока они бегут Бегут они не быстро Он торопится, видимо, совсем Брэдли Купиар, привет Ну ладно, разведчик отстойный, Брэдли тоже не очень силен Этот борь не речь Когда-то, может, кто-то из главных придет, ну. Умер. Крашпаг. Паг. Взять. Балет возьмем. Мясо. Смотри, сколько всякого прикольного тут, да? Прикольно. Вообще, захват очень хорошо идет. Я уверен, что люди там уже пилятся. Бавятся с орками в городе. А мы тут своим бегом и собираем вещи. Нам норм. Да, многих унесла эта война. Я много чего унес с этой войны. Хе-хе-хе. Ох, блин, нельзя так. Ой, нельзя. Ну, да, ладно. Тут у них ничего нету. А, интересно, вот здесь, может, сундук какой-нибудь, который я не открывал. А, нет. Да пафос, пафос. Мы все поняли. Курица там, все дела. Самое дурацкое, что чувак вообще один рванул у всех. Атаковать. Атакер, черт. Где там битва-то? Эй, вазап. О-о-о-о. Добрый день. Спокойно. Ты, главное, не спеши. Где у меня мои обычные острые стрелы? Или это были простые стрелы, я уже стрелял. Чем я сейчас стреляю? Вообще. Не понимаю совершенно. Слушай, я не понимаю вашу, я не понимаю. Ну-ка. Мы ведем простыми стрелами. О-о-о-о. Господи. Аблит орка. Сам орк. Ой, меня чем-то. Так ты жив. А я у тебя оружие забрал уже. Так, спокойно, выходим в город. Орк. Лежать, орк. Сказал я. О, трактирщик за нас, хорошо. Тихо, лежать. Трактирщик, я тебе помогу, они не будут тебя бить. Не, конечно, они будут тебя бить. Они уже и рабов тут цех поубивали еще. Но, как вы понимаете, у рабов этой войне вообще шансов нет. То есть не просто, просто мясо. Я самая дичайшая дичь на свете. О, монтеро, телепорт у кого-то был. Прикольно. Ладно, такое отстойное оружие, в принципе, даже набрать не стоило. Ну ладно. Так, слышишь, ты не бей его. О, ты убил. О, блин, я отстойно спасить. Он же прям при мне стоял. Вот у парня хоть топор есть. Это трожитую бошку на нафиг. Паладенчики пришли. Паладенчики, это хорошо. Паладенчики, это прям хорошо. Привет, Дэрил. Ты, мать, как ты такая вещь. Ты тут сыщешь, ну. Ее. Вот это батл. Давай, давай, полуторка его. О-хо-хо. Классно. Не то сделал, но ладно. Собираем оружие. Еще один воин. Ну тогда же вы уже изгонитесь-то, а. Классно. 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 Я говорю, все как из него выиграл. Я тебя отстойю. Что, где-то еще мясо? Ох, умер. Я тебя отстойю. Литник. И на меня идет сразу. Ты что это бывает? Фоликс упал. Вот так вот помог я ему стрелой, а он опыт мой забрал. Умер. Еще один. Да запросто. Ты тут кто такой в Айшпе. Упасть не хочешь? Тихо, спокойно. Что, разбей позиции повстанцев. Да ладно, я не разбивал позиции повстанцев. Да вы что? Вы их просто всех убили. Это бы не я. Ладно, повстанцы все мертвы. Ну, хотя бы 1500 опыта срубили. Вообще-то плохо. Ты что творишь? Эй, гринго, мучачо. Тихо. Тихо, ему говорю. Успокойся, ну не стой. Что ж ты, ну? Офигеть, уторков. Пришел в город уторков и говорит, офигеть, как мага орков. Так много смысла. Ой-ой-ой, парни. Я кольца один. А мне кажется, что немножко там нечестно. Господа, господа, господа хорошие, вы что вы делаете? Не надо стрелять меня в задницу. Выпей, пожалуйста. Теперь достану лук. Да что ж ты будешь делать-то, ну? Господи. Давай, что он этот самый рыжий придурок. Варик, умри. Все, лидера убил, хорошо. Говноешь там теперь. Деньги в людей, кому не ездил. Все, я помню. Иди сюда, Уга. Уга, Уга, Уга. Ты что застал? Поднем, ищи. Ух. Ух. Так, главное успеть на дичь своего. Сохранимся. Не думаю, что я умру, но. Вообще, я уже супер-мега крутой паладин, поэтому... Все клево. Мечи должны очень неплохо стоить. Хотя мне сейчас больше денег для тебя вообще никто не нужны, Потому что броню я себе купил. Иди давай сюда. да не кинешь ты меня но это все матрица парни матрица так наемник тогда пошли орки кончились ну не все естественно часть у вас сколько опыта все я всех убил а попади пожалуйста не тупи все не свалили мирта фу какая мента монтера освобождена конечно же монтера освобождение мирта начну китая дичим 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 задичиваемся люблю все дичить ооо сколько вещей оооо как клево но стрелы мне не очень нужны все я выгнал их что теперь в аккару смотаться сказать что я все сделал злобное злобное дело вообще я думаю очень много денег можно поднять вот так вот города освобождая это совсем интересно подал меня все его больше нет и рабов нет вообще никого нету город пустой понятно что потом что повстанцы припрутся на данный момент город пустой и в нем никого нет мертвы вообще все сюда люди даже по-моему войти не успели все орки прибежали ко мне так чему тут за дичить дичим дичимся что можем за дичить деньги давай тут по идее должен быть сундук там сказной города не знаю там какая-то фигня лишь 16 золотых офигеть и главного ворка в городе поэтому они проиграли наверно так чем могу делать я могу делать острых стрелкой 10 штук смазать обменных могу сделать у меня нет бутылок чтобы сделать нормальный подумок я еще могу какой-то зелье по моему сделать до максимальное здоровье давайте сделаем три штучки выпьем плюс 8 лова 388 лова 396 лова 404 хорошо неплохо зачем пустили дичь на склад тут же связок помнит целая куча была так все пусть то что тут сундука 2 о связка с оружием я даже не видел когда так но больше там думаю в городе что относиться вряд ли там что то есть интересным для меня так повстанцы умерли все от придурки не могли выжить что этот который походу и он так ну ладно кузнецы еще забежим вообще тут мог бы триллиарда оружия вы заточить я не буду сундук открывать мне уже просто не охота их открывать так точильный камень полуторки вообще дорогие да перематывать этот момент это не очень интересно все прям все заточил клево сохранимся вакару теперь потому что маленький что в этом было доме ну нифига си чё то бич и такие плохие сундук классно так а кара я забыл как она выглядит нету что арта как телепорт а вот все гора лет гоу пора сказать что горту мы освободили пацаны монтера свободно пацаны а кент нет так я первых тебе выше всякого труда эти всего десять тысяч чувака это несерьезно ходило и и и но и и ven в и а вот я и вот и вот и а Ты нищий теперь Зато у меня денег, сколько? Чего у меня 15 и все А, ну да, я же бронепаладин купил А, ну да, я же бронепаладин купил А, ну да, я же бронепаладин купил Ну, фиг бы с вами Ну-ка, давай Повстанцы, репутация, миллион Монтаж свободный Монтаж свободный Спасибо, Эноса. Один меньше вопроса Как ты сделал это? Тебе лучше не спросить Я надеюсь, что Мертена скоро Возьмите к человечеству Вот, это будет вам помогать Ну вот, только оружие орков На 38 тысяч Щиты теперь целая куча Рунный щит Ну я вряд ли уже буду бегать с щитом в этой игре Может, если я как-нибудь Продолжу сэр для себя, тогда так Вообще, нифигово, нифигово мы всякого продали Шкатулки Кубки Еще Еще кубки Кольца Беер, господи, какой черт Скоро Сорок шесть тысяч Так Ну это я вообще в другую сторону рванул Вот Куда-то вот сюда мне надо Там будут какие-то развалины То есть Выглядит как крепость и там Сынок Да, я знаю, что вот здесь есть развалины такие Но это не те, по-моему Хотя, очень может даже быть Нет, абсолютно не те, те будут правее Мы уже не туда рваним Куда-то вот туда надо бежать давай аккуратненько сам повстанчики сидят пред повстанчики все как так вот сюда куда-то давай поговорим о золоте забежавших рабов понятно все будет приводить рабов ты будешь давать мне золото а в принципе чё я вот могу еще продать ну к серу наверное мне уже особо нечего покупать когда-то туда ну давай давай ты сможешь ты сможешь ладно видимо он не сможет нет сможет ясное дело я тут не был это вообще дорога в нордмор идет по записям того где . которым мы находили но такой точнее в дневнике не в книге куда-то на север он двинулся и там должна быть следующая подсказка ну в общем то я не вижу того места где должен быть сундук идет на этой горе наверно а где все монстры там вообще куда сиделись царский ох ты клево я буду сохранить мол нападет давай давай дорогой мой друг погоди погоди вот он это место а тут что блин интересно я тут никогда не бегал ты смотри да то есть вообще первый раз в своей жизни сюда бегу я надеюсь эти звуки скелеты я надеюсь эти звуки скелеты тихо налево скелеты ну чё давайте скелет вы не хотите атаковать меня я люблю вас друзья вы просто лучшие сейчас они такие стоят смотрят я думаю че они на меня сзади меня какая нибудь гигантская чубакища бежит я чуть справа слышал серьезно нет это был глюк ну вроде как все вот он отремонтирован сундук собственно это нам и нужен с вами старый сундук а кого но тут нет так понимаю что это за место чья-то башня непонятно что же давайте сохранимся откроем ух ты массовый гипноз герой погружать несколько целей вокруг себя в глубокий сон ключ гуру 3 с помощью от других наследие деда часть 3 ой пацаны еще вас так много пацаны пацаны тихо спокойно пацаны а ну я отсюда уж не рыцари круглого стола что че такое представьте как стрела от них отлетает в воздух вы видите стрелы подлетают даже сейчас они уже этого не делают но до этого подлетали я вообще еще и гоблинчика своего вызвал все равно им делать нечего все атакуют их они стоят он нет не названный черное перо что вообще как кто это парни вы кто такие мать уж у них по-любому всех что-нибудь интересное есть да убили гоблинчика он бьет он бьет своего за то что тут убил гоблинчика прикольно ну убил плечерное перо видимо какой то против всех а рапира фингерса символ истинного мастера воровского дела многие ради такого меча пошли бы на убийство да например я я пошел бы да я пошел бы убил бы убил бы шел бы звонарь утешение нас огонь который согреет тебя хорошо десятый суперский арбалет арбалет плюс 50 и что у тебя не названо 3000 денег хорошо теперь теперь клан молота клан молота молот все хорошо все правильно что бежим бежим ну минуты 5 займет бег что пять если вам не интересно смотреть на бег влагующий мать ее готики какой бы компьютер у вас не был можете хоть за 200 тысяч долларов купить она будет лагать но я все равно буду в ней играть тут вообще есть игры которые торгают ты сейчас издеваешься надо мной что ли как что сейчас было почему я умер ха ха вы прикиньте да прыгнул туда куда прыгал до этого пять раз и на шестой раз умер рандом да ой на этой неделе судя по всему у нас последняя серия готики будут уже хорошо забираем все привет пацаны но вы меня бить не будете я знаю я вообще мог бы вас сейчас какими-нибудь заклинаниями шарахнуть потому что я могу как говорится бум бум па-рам-пам па-рам-пам что они так стрёмно выглядят вообще какие-то непонятные монстры какие-то полузомби полугоблины увеличенные в размерах до человеческого даже больше не чем я странная фигня какая-то так ладно теперь клан молот теперь я перед прыжком думаю сохранюсь потому что меня совершенно не устроило то что произошло ах так окей рванули вниз ох ты пидок прокуковекал первый раз слышу ну может раньше как-то внимание не обращал ard так пул по рыб ты не нужно вообще Studien внедр я товар давай игра я дам тебе шанс и вот вот тут я тему не договорил насчет того то что если это играет но она и так лагает я не играю но это даже какая-то ностальгия из детства нужно тогда лагала ну гораздо сильнее чем сейчас понятное дело играть было почти невозможно мы играли эти вот эмоции детские не самые яркие всегда поэтому я вот например помню когда играл во вторую готику мне казалось что это самое реалистично вообще играли на планете мы не так конечно без сейчас преувеличу но вообще а то есть тут уровень графика который там был меня полностью устраивал свое время с полным погружением играл никого что действительно там в этом мире нахожусь так что игры вообще клевая вещь никому это рассказывает вы так все знаете давай беги беги давай да откуда они тут ну я ж цирку бил ладно они нам не нужны нам нужно вы помните куда нам нужно он туда им а мне вообще интересно вот отказ где же гуру добавили в комьюнити патчи и он в готике 3 всегда был потому что я вот никогда его не находил и не делал ну что давайте а стоп во первых на погодите давайте прочитаем третий дневник то что же что же там написано было на следе это часть 3 3 книга завещание деда мы пережили неприятнейшие моменты быть требовал всего новых жертв и лишений никто не знал что ждет нас завтра и все же мы не одни противостояли опасностям и лишениям своем путешествии мы встречали благородных рыцарей которые шли по тому же пути с их помощью мы смогли преодолеть некоторые опасности в самые короткие сроки без сомнений без этих наших попутчиков мы сегодня были бы даже не на полпути смотрите же братья вон он лежит там поверженный перед вами его следы отчетливые вороны глубоки и далеко ему не уйти вот это уже как раз намек на мракориса здесь замок поддался нашей атаке но его мы не нашли средь обломков скользнул ли он на север обрел ли покой мертвых однако прежде чем вязаться в последний бой отдадим нашим братьям последнюю честь погребите их в этой священной земле и позвольте им охранять поле битвы возможно не будут переживать из-за нас ведь северной дороги отличаются теплотой все намеки все ясны открываем украшенный сундук и что внутри четвертая часть до конца парни вас с каждым разом мать все больше и больше двойник дуал по одному бить охотник за пушниной то вы пацаны на тоже ну давайте договоримся у меня шнапсик есть глотнем помаленько ой че дело ценитель времени странно это все очень странно и очень интересно макадам титан титан так вот макадам надо убить если попаду я попал квестодатель фигасе то какие-то рыцари то квестодатель времени вон наместник бога клинганский генерал клингонцы это ж вообще стартрек пацаны кто придумал квест кому было весело тихо не бей меня я тебе сказал не бей меня что ты творишь хорошо так че у вас было макадам армия страх это армия не контролирует себя хорошо ценитель времени печенье хочешь ты еще немного вина к своему печенью вино хочешь ты еще немного печенье к своему вино хорошо окей фигня восстодатель длинная история так может оказаться короткой троллинг ух так наследие четвертая часть восемь братьев нас было восемь закаленных сражениях восемь бишься здесь восемь уберегших вас он гуру противостоял нам но никто из нас даже не поколебался без рыцарей все это обрушилось бы на нас и все равно время бы наше пришло и вот завещание деда исполнено однако я изнемогаю от ран из последних сил я пишу это чтобы объявить миру о нашей приближающейся победе самое большое зло этого мира сегодня должно быть повержено лишь смерть одной из сторон предопределит будущее тот или иной путь я навестник бога не переживу грядущей биты так что молитесь своим богам о счастливом исходе сражению моляйте чтобы больше никогда не столкнуться с гуру дедушка мы идем а по моему должно быть пять частей да значит я что-то упустил выносливость мана и жизненно за сокровище золото не купить сокровища богов ну-ка давайте выпьем сокровища богов прибавимся всякого ну и тебя трава окей что у тебя двойник цель назначения неизвестный неизвестный телепорт и 5000 опаньки тихо что там что-то мерцнуло нет ну-ка ребята я заинтригован неизвестный телепорт где мы окажемся погоди погоди это что место где баг в смысле жук да вот это и пошло слово баг гуру ты твою мать что на меня нападаешь ты дебил я думал с тобой можно поговорить чертов дед психопат погодите нет 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 да ладно ну выполнен задание держи гуру 50 опыта весь в багах сидел так ну окей 20 зод камневая крапива посох друида 100800 изношены урон 15 и это все ради этого я искал эти сундуки но это знаете это как петер муллина сотворил фейбл the lost chapters там всей толпой блин искали дебильные сундуки думали сокровище охрененное сокровище охрененное а в итоге дичайший троллинг был Ну, окей. Так, куда мне теперь нужно отправиться? Что мне нужно? Наверное... Нет, давайте вот здесь серию закончим, дальше будем смотреть, что делать. Большое спасибо вам за просмотр. С вами был Джек Шепард. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok